На борту корабля «Мир» самый интернациональный состав участников. Дискуссии и выступления проходят одновременно на русском, английском и китайском языках. Главная их мысль в эпоху глобализации – ни одной стране не выжить в одиночку. Только система международных альянсов, союзов и стратегических партнеров поможет в полной мере реализовать идеи и задачи национальной технологической инициативы. То ли это будет один большой альянс, то ли это будет набор альянсов с разными странами по разным технологиям. Он, условно, побил технологии с одними странами, поэтому, условно, и с другими. Нам очень повезло, что в нашей группе работали представители Китая. Они прекрасно понимают, что закрыть весь технологический спектр, обеспечить свою полную технологическую независимость в современном мире в одиночку, даже они не могут. Поэтому они тоже понимают, что им нужны такие вот стратегические технологические партнеры. О том, что именно Китай может стать одним из главных стратегических партнеров России при реализации планов НТИ, говорит его научно-технический, финансовый, промышленный потенциал, а также совпадение интересов наших стран с современной геополитической ситуацией. В рамках «Форсайтфлота» началась работа над первыми совместными проектами с китайской стороной по приоритетным направлениям НТИ. Китайская группа рассказала нам о механизмах поддержки своего экспорта в других странах. Китайцы являются одними из наиболее развитых стран по количеству торговых представительств. У них их более 140, в отличие от России, у которых всего 55. Планируем, садя с корабля, конечно, часть задач реализовывать вместе с ними. Именно в части лучшего зарубежного опыта. Важный момент – перенимание зарубежного опыта в выстраивании Института господдержки бизнеса, а также продвижение на внутренних и глобальных рынках товаров и услуг компаний, которых называют «национальные чемпионы». Все мировые государства, лидеры, сформировали у себя программы поддержки своих национальных чемпионов. И, условно говоря, любая технологическая компания в мире действует с опорой и при поддержке своих национальных правительств. «Национальные чемпионы» – это компания, которая имеет глобальный продукт и эффективно действует на глобальном рынке. В России они есть. Это, прежде всего, технологические айтишные компании. Ну, мы их знаем, это Яндекс, Эмейл и Касперский, конечно же. То есть потенциальные чемпионы есть, но даже до того уровня, до которого сумели вывести свои компании Китай, им еще надо расти. Иностранные эксперты отмечали, что нашим компаниям надо сосредоточиться на тех областях инноваций, где уже сейчас есть прогресс и первые успехи. Например, США и Китай по в течение дизайне по продукции, что вы сможете обучить, физические продукты. Но они не очень хорошо производить и эксплуатации. Они интагибелы, как вувиные диски, торговые диски, педали, ИТ, банки, директора. I suspect Russians can be quite good at that. They need to have a simplified procedure, a less corrupt system, something which is easier to work with in their home country. So if you become better users of services, producers of services in Russia, you become better at exporting services because you understand what the customer wants. The whole point is to make sure that Russian science, which is as strong as science is in any other country, achieves what it is capable of achieving in terms of translating its discoveries, its inventions into products and business opportunities around the world. Одна из основных тем на корабле МИР — создание в России комфортных условий для научной работы, прекращение утечки мозгов и привлечение перспективных ученых из-за рубежа. Людям, которые сюда приезжают работать ученым, а также россиянам, которые решают создать свою жизнь с наукой, должно быть в России комфортно работать, интересно работать. У них должны быть условия совершать научные открытия на переднем крае науки. И, конечно, это должно быть им выгодно с финансовой точки зрения и престижно в моральном и психологическом смысле. По результатам работы «Форсайт-флота» участники корабля МИР представили более 10 проектов, направленных на снижение административных барьеров при экспорте услуг российских высокотехнологичных компаний, а также на поддержку трансформации компаний-участников НТИ в транснациональные корпорации. Технологический уклад будет меняться. Мы видим какие-то кусочки этого уклада, продвижение в сфере биологии, генетики, информатики. Но парадигма меняется. Из одной парадигмы мы не можем увидеть другую, пока мы в нее не войдем. И в этом как раз и интерес, потому что люди собираются здесь обсудить это, помочь друг другу увидеть что-то в будущем, то, что каждый человек не видит, но коллективно мы можем увидеть. Проект международного корабля признан успешным. И не исключено, что в ближайшие годы новый фарватер «Форсайт-флота» будет проложен уже не по Волге, а по великой китайской реке Янццзы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова